Сегодня, как-то так получилось, что самое первое слово, которое мы с утра услышали, было про Долину Плача. Потом Диана тоже нам говорила про скорбь, прохождение Долины Плача. И, знаете, я у Дианы спросила, а вы вообще как-то договаривались между собой, кто о чем будет говорить? Она говорит, нет. Вот как-то вот что было на сердце, вот о том мы и говорим. Вот удивительно, как Бог, знаете, вот направляет нас в каком-то вот общем потоке. Вот в общем потоке темы даже, да, кто о чем будет говорить и даже какие местописания мы приводим в нашем слове. Вы знаете, мы живем в такое время, да, всегда человечество жило в такое время, что люди проходят через Долину Плача. Иногда Долина Плача бывает личной, индивидуальной, когда у нас с вами какое-то вот лично мое горе. Бывают Долины Плача, которые касаются тысяч, а то и миллионов людей, когда случаются какие-то технологические или геополитические, или природные катастрофы, катаклизмы. И, конечно, возникает вопрос, как остаться при этом в созерцании его любви? Как остаться при этом, понимая, что вот что бы ни произошло в моей жизни, но я дочка его, и он любит меня. Хотя, казалось бы, вот о чем сегодня мы слышали, непонятно порой, вот что происходит в нашей жизни, и трудно поверить, что вот при всем при этом Бог любит. Ну как, если ты любишь, почему такое происходит в жизни моей, в жизни моей семьи, в жизни там такого множества людей? Вот давайте мы сейчас об этом немножко поговорим. Вернее, мы поговорим с вами о том, что заключает в себе Долина Плача, как пройти Долину Плача самому и как помочь тому, кто вступил в эту долину. Ну, сразу хочу привести такое местописание в Экклесиасте, 3 глава, с 1 по 4 стих. Всему свое время, время всякой вещи под небом. Ну и дальше, да? Время плакать, время смеяться, время сетовать и время плясать. Почему я это местописание взяла самым первым сегодня? Потому что, к сожалению, очень часто есть такое понимание, что если ты по-настоящему верующий, то в твоей жизни будет только время смеяться и только время плясать. Если вдруг в твоей жизни наступает время скорби, время плача, сетывания, вообще как-то сетывания. Ты вообще кто такой, чтобы на Бога сетовать? Ты вот радуйся, веселись, радуйтесь всегда, радуйтесь. Вы знаете, иногда берут это местописание, вот цитируют направо-налево. Но подождите, а что? Экклесиаст был неправ, когда говорил, что всему свое время. Следующее местописание, на котором я хочу остановиться, на котором я буду дальше строить свое слово, что горе и радость у каждого свои. Это новый перевод, я его здесь вот так поместила. Никто другой не может вместить полностью. То есть, знаете, очень часто как-то люди говорят, ну вот меня никто не понимает, вот мне так плохо, а меня никто не понимает. Или так, мне так радостно, а рядом со мной почему-то никто не радуется. Вот вчера мы говорили про Милхолу, помните? Вот у царя Давида праздник, у народа праздник, а у нее сетывание. А потому что горе и радость у каждого свои. Понимаете? Да, конечно, есть такие, знаете, попытки, ну, как бы ввести в некую шкалу, что ли, наше горевание. Ну вот, например, знаете, есть такая шкала, так называемая Холмс-Рея, да? Вот тут вот сказано, я прямо сейчас зачитаю, что по 100-бальной шкале смерть супруга – это 100 баллов. А развод или смерть ребенка – это 73. А тюрьма или смерть там близкого человека – это одинаково, считается 63 балла. А угроза жизни или, например, смертельная болезнь, то есть вам поставили смертельный диагноз – это 53 балла, опять по 100-бальной шкале. Появление ребенка или выход на новую работу – это 44 балла. Вот интересно, что даже рождение ребенка – это уже стресс, представляете? Дальше. Изменение жилищных условий, то есть вы куда-то уехали, да, неважно, вынужденные там или как-то, да, это 30 баллов. Причем то же самое 30 баллов, когда дети врастают, так сказать, из гнезда улетают и считается все. Что пошла долина скорби для тех людей, которые вот остались без детей в доме. Но, вы знаете, что бы там ни говорили, конечно, это может быть, это все условно. Потому что, например, смерть любимого кота. Ну, можно сказать, ну, разве можно как-то вот, да, смерть кота, скажем, сравнивать с потерей ребенка, например, да, или там, скажем, вынуждены какие-то переезды в другой город, например, или смертельные болезни, это же вообще какая-то ерунда. Но, вы знаете, если, скажем, женщина жила одна, и это был ее радостью, был этот кот. Она приходила домой, он радовался, он мурлыкал, он терся ей об ее ноги, он прыгал ей на руки, он ласкался к ней, это была ее радость, ее счастье. И вот этот кот умирает, она приходит в церковь, ты что такая смурная? Кот умер. Да ладно! Да из-за такой ерунды! Вот, вы знаете, в одной церкви, когда вот я говорила на эту тему, ко мне подошла одна женщина-служительница, она говорит, Надежда Николаевна, я не знаю, какие вы там будете иллюстрации приводить, ну, или там, случаи своей жизни. Обязательно расскажите вот о чем. Одна моя хорошая знакомая, сестра по вере, вот, прихожанка нашей церкви, потеряла неродившегося ребенка, то есть у нее произошел выкидыш. И когда она пришла в церковь, к ней один за другим подходили счастливые люди, улыбались и хлопали ее по плечам, обнимали, говорили, слава Богу, потому что мне Бог открыл, тебе дадут других детей. Вы понимаете, то есть, ну, если ты не знаешь, что сказать, лучше не подходи. Вот, вот, лучше не говори, потому что Библия нам говорит, что нужно уметь радоваться с радующимися и плакать с плачущими. И если в твоей душе какая-то радость и какое-то откровение от Бога по поводу этой сестры, но сейчас она плачет. Не суйся к ней со своей радостью. Понимаете, это вот умение сострадать. Это умение быть в боли другого человека. Умение быть с ней в ее боли. Плакать с плачущими. Не плакать с радующимися, а не радоваться с плачущими. Понимаете? Здесь вот так написано. И сразу хочу сказать, что есть так называемые этапы долины плача. То есть, когда человек вступает в долину плача, и неважно, какая скорбь его жизни. Это смерть близкого человека. Это потеря, скажем там, имущества. Это крах в бизнесе. Это смерть любимого домашнего животного. Это измена мужа. В любом случае, вот эти вещи, которые происходят в нашей жизни, это то, что, ну, вводит нас в долину плача. И нужно помнить, что всему свое время. И вы знаете, вот эти этапы, которые я сейчас перечислю, их очень важно пройти. Проблема в том, что если человек не проходит эти этапы, могут возить серьезные проблемы. Ну, мы сейчас об этом подробнее поговорим. Первый этап – это, я пока их перечислю, отрицание, гнев на себя. Второй этап, третий – гнев, направленный вовне. И только потом мы вступаем в адаптацию или в принятие реалии. Или вот тогда, когда мы способны дальше жить. То есть это уже тогда, когда ты подходишь, как бы, да, вот к краю этой долины, уже видишь свет, и ты понимаешь, что то, что там было, это было, но сейчас у тебя наступает новый этап. Ты еще не вступил, но уже наступает этот этап. Ну, давайте начнем сначала, да? Так, отрицание. Каким образом выражается отрицание? Ну, во-первых, мы можем вообще отрицать случившееся. Да не может быть, чтобы это было. Бог, я в это не верю. Не-не-не-не-не. Не может быть, чтобы у меня была смертельная болезнь. Я буду провозглашать, я буду молиться, я буду пробивать небеса. Я тут, значит, буду… Не-не-не, все это должно. Вот ликвидироваться так быть не может. Не, я вообще не верю. Я не верю, что у меня мама заболела. Не верю. Вот там врачи кучи, там говорят, не верю. Окей. Следующее – отрицание значимости потери. Да, если ты, например, там отрицал, ну, бывает действительно такое, да? Вы тоже наверняка встречались, скажем. Вот сегодня Диана говорила, что врачи говорили, что никогда у вас не будет там ребенка, да? Здорового. Да? Вот смотрите. То есть здесь шел разговор не про отрицание, да, там чего-то там, а шел разговор именно уже о выходе из долины смерти. Вот мы сейчас тоже… Ничего, если я возьму вашу тоже вот эту ситуацию, которую вы рассказали. Но отрицание не может быть, чтобы там ребенок умер. Не может… И вообще, ну он же был маленький, ну что там, всего полтора месяца, да? Если человек начинает себя так уговаривать, ну я же не успела его полюбить, там же всего полтора месяца. Вообще, ну как бы… Нет, я реально слышала, что вот люди начинают себя так уговаривать. Ну ладно, что ты убиваешься по поводу того, что у тебя выкидыш случился. Ну ты же даже не знаком была с этим ребенком. И хорошо. Значит, наверное, он чем-то серьезным болел. Господь усмотрел его смерть вовремя. Ну значит, или может из него какой-нибудь там ужас вырос. То есть вот эти вещи мы можем по-разному начинать для себя интерпретировать, как-то объяснять. Но это все отрицание. И пока ты не признал для себя, это трагедия. Это реально больно. Это не просто больно, это очень больно. И опять еще раз повторюсь, неважно, что это. Потеря бизнеса. Хотя вам могут говорить, да ладно тебе, деньги это прах земной. Но если ты вложился, вот те люди, которые занимаются бизнесом, они понимают, о чем я говорю. Это же как потеря ребенка. Это потеря всего того, к чему ты шел, что ты делал. А тебя говорят, да ладно тебе ерундой заниматься. Самое главное, все живы-здоровы. Вот я не знаю, такие вещи слышали или не слышали. То есть это опять, смотрите, человек скорбит, а мы ему говорим, да радуйся ты. На этом этапе этого делать нельзя. Вот это как раз тот самый период, когда плачете с плачущими. И каким образом человек отрицает. Если человек послушал то, что да, действительно, я лучше буду отрицать. Я лучше буду провозглашать, что все окей. Я лучше буду считать, что все в моей жизни хорошо. Смотрите, я начинаю жить, как ни в чем не бывало. Я погружаюсь в работу, в служение, в общение. Ну или в зависимость, например, подсаживаюсь на танчики или на какие-нибудь сериальчики или на ленту в интернете. Я говорю, все классно, все замечательно. И вы знаете, если человек застопорился на этой фазе, вот самая страшная не сама долина смерти, как бы это, или долина смертной тени, долина скорби, плача, как угодно называйте. Но самое страшное в этой долине, если мы останавливаемся или зацикливаемся на какой-то вот фазе. И вы знаете, что здесь происходит? Вот этот человек может из себя вот выглядеть прямо таким, вау, вот это же надо, какая верующая сестра, такую потерю принесла, а такая радостная, ходит, вот это вера. Плакать с плачущими. Не ловитесь на этот крючок. Ей плохо, ей больно. Скажем, вот одна моя знакомая потеряла маму три месяца назад. Вот сегодня другая моя очень хорошая, тоже знакомая, служительница церкви, мне написала, мама ушла сегодня к Господу. Да, она сильно болела, да, она может быть где-то была бременем, но с моей стороны было бы ужасно, если бы она сказала, ну и слава Богу, бремя ушло. Плакать с плачущими. Это трагедия, уходят родители, это уходит наше с вами. Детство уже больше никто нам не скажет, доченька. Никто никогда. Понимаете, когда родители уходят, мы с вами осиротели. Ну, знаете, особо духовные скажут, ничего подобного, у нас всегда есть папочка. На этом этапе нельзя радоваться с плачущим, понимаете? Потому что, знаете, чем это чревато? Если человек не выплачет, если мы не поможем человеку выплачить, а мы будем ему говорить, что это не духовно плакать. Знаете, а потом вдруг открывается агрессия, а потом вдруг у человека начинается повышенная раздражительность, потом вдруг ни с того ни с сего выскакивают какие-то соматические болезни, вот то, что вчера я говорила вам, помните, выплескивается из кубка. Вот, понимаете, у человека в жизни вдруг это все начинается, вдруг ни с того ни с сего бац, заболевает. Почему? Да потому что, прости меня, ты в отрицании, ты не проплакал. Ты считал, что плакать это не духовно. Вы знаете, когда два года назад мой супруг ушел к Господу, было очень много слов поддержки, соболезнований, но я первая где-то, я честно вам скажу, я их читала где-то уже потом через месяц, потому что я не могла их читать, вообще не могла читать, просто не читала. Мне потом просто мои дети говорят, мам, ты посмотри тут, не хочу смотреть, вот не хочу. Понимаете, я потом объясню, почему. Я знала, что мне соболезнуют. Я знала, и я плакала по-честному, потому что интересно, что вот этот курс мы с моим мужем читали, еще 10 лет назад начали его читать в рамках психотерапии в университете и давали его в рамках консультирования в семинариях духовных. А тут Бог, понимаете, вот так в моей жизни, что я теперь сама прохожу, не теоретически прохожу, а сама прохожу. И звонили люди, которые говорили или писали, вот их я читала, я тоже в долине скорби. И один мужчина написал мне Надежда, за два дня до ухода вашего мужа ушла моя жена. Я служитель церкви. Я всегда людям говорила, что радуйтесь при любых обстоятельствах. Я всегда проповедовала о том, что папочка всегда с нами. И вот сейчас, вот в течение двух недель моей жены не стало, я остался один с пятью маленькими детьми, ну как маленькими, ну там старшим 15, младший 2 годика. И я не знаю, как радоваться. я волком вою. Я выхожу из дома, сажусь в машину, уезжаю в лес и волком вою. Я говорю, стоп, куда вы уезжаете? В лес. Я говорю, а дети? А дети дома? Я говорю, а с кем вы плачете? Он говорит, не с кем, сам пред Богом. Иначе, вы знаете, как особо духовный, пред Богом. нет. Смотрите, дело в том, что вот это горе, это скорбь, она либо вас сблизит еще больше, либо она вас растащит в разные стороны. Вы почему при детях не плачете? Я боюсь их расстроить. Подождите, ну, вы искренне верите, что дети не расстраиваются? Но я не хочу их расстраивать еще больше. Смотрите, что вы делаете? Вы уехали, воите в лесу, каждый из ваших детей воит в своих комнатах. Они между собой плачут, ну, старшие боятся, маленьких как-то вот, маленькие видят, как мы переживаем, тоже не плачут. Я говорю, вы что делаете? Вы что? А что делать? Плачьте с плачущими. Он говорит, прямо вот прийти и плакать? Да. Прямо вот провоцировать, ну, не называйте это провоцировать, достаньте фотоальбомы, достаньте видео, альбомы вашей семьи, смотрите вместе с детьми и плачьте. Иначе вы не выздоровеете, иначе вы практически растаскиваете. Еще раз повторюсь, вы станете чужими, это скорбь вас еще больше растащит в разные стороны. Вот вы можете обратить внимание, что реально, скажем, смерть ребенка, она может либо сблизить с супругом, либо после этого они разводятся. У них начинаются проблемы, а это зависит от того, как они прошли долину смертной тени, как они прошли долину плача. Потому что если они не прошли, все, это беда, это беда и внутри человека, и беда в его отношениях. И вы знаете, что самое интересное? Через две недели он опять вышел со мной на контакт. Надежда, я вам так благодарен. Мы каждый день плачем. И мне мои дети говорят, папа, как хорошо, что ты с нами плачешь. Как хорошо, что мы вместе можем вспоминать маму. Как хорошо, что можем благодарить Бога за то, что у нас была такая классная мама. Ну, немножко сбегая вперед, я скажу, что в прошлом году он женился. Дети приняли его новую жену. Но при этом мама осталась в их памяти. Это классно. Итак, ни в коем случае не надо отрицать. Ни в коем случае не надо превозглашать. Ни в коем случае не надо играть. На этом этапе плачьте с плачущими. Ну, дальше. Когда человек проходит первый этап, он вступает в следующий. Вот вы знаете, что самое интересное? Многие говорят мне, ну, наверное, надежда из того, что ты все это знала, что тебя ждет, наверное, тебе было легче проходить. Вообще не легче. Знание – это знание, но когда ты реально вступаешь в долину плача, наоборот, мне было сложнее, потому что я знала, что меня ждет. Вы знаете, когда не знаешь, что тебя ждет, как-то кажется, ну, вот завтра, ну, как бы проснешься, и все будет лучше. Но когда я знала, что не будет, что всему свое время, мне надо пройти эту долину плача. Точно так же, как я сопровождала людей в их долине плача, я знала, что меня ждет. Я знала, что это не вопрос недели, это не вопрос там силы моей веры или там силы моего провозглашения, нет, это то, что называется всему свое время. И нужно плакать и оглянуться вокруг себя и найти людей, которые плакали со мной. Со мной плакали мои дочери, плакали мои внуки. Вы знаете, вот интересно было наблюдать даже за внуками. ну, так придешь к ним, ну, вроде бы как-то играешь с ними по-прежнему, там, в прятки, там, мы с ними в догонялки, все, а в какой-то момент оп, и накрыла. И я сижу, я понимаю, все, я понимаю, вот я вижу, как вот мой муж с ними бегал, как дедушка носил на плечах их, как вот он с ними играл, все, у меня слезы из глаз. Я смотрю, они такие вот испуганные как-то бегают. Я говорю, знаете, они тоже его любили, они тоже очень сильно переживали, очень сильно. Я потом говорю, знаете, давайте так, когда вы увидели, что я плачу, вы просто ко мне подойдите и обнимите, просто подойдите и обнимите. Я все так хорошо стало. Бабуль, все, мы вместе поплакали, давай вместе поплачем, давай. Классный был дедушка, вообще классный. А давай мы сейчас, дедушке, бабуль, вот шарик надуем, пошлем туда на небеса шарик. Он же любил шарики играть, давай. Ну давай мы эти шарики плачем. Вспоминаем дедушку, как он играл в шарики. Это важно, чтобы были люди, с которыми мы плачем. Но я знала, что несмотря ни на что, что у меня были те, с кем я плачу, настанет вот этот период. Еще раз хочу сказать, через этот период проходят все, просто у кого-то он быстро проходит, а кто-то задерживается. Проблема, если человек задерживается на каком-то из периодов вот этого пути. Итак, как гнев на себя может проявляться? Я чего-то не сделал. Я что-то упустил. Ну вот это вот моя подруга, про которую я вам говорила, да, вот когда мама умерла у нее вот три месяца назад, она говорит, ну что я упустила? Я же маму, наверное, надо было ее сводить раньше к врачам, они бы раньше эту инфекцию обнаружили. А там, знаете, как получилось? Ее мама всегда была очень здоровая, там и правильная, там питание, спортом занимает, очень активная женщина. И в течение двух дней ее не стало, два дня, представляете? Она говорит, я в ужасе, ну как? Она ее ко всем врачам, там раз, два, три в год к лучшим, в лучшей клинике, диагностику, что-то находили, маму лечила. И вдруг, бабах, как, откуда эта инфекция, что, как произошло? Она приходит, смотрит, у мамы живот раздулся, она, мама что, нам что-то не то съела. Вызывает скорую, скорая в больницу, на сегодняшний день мама умирает. Врачи говорят, вы ничего не могли сделать. Это не, невозможно было что-то сделать. Понимаете? Но пока она была здесь, это не работает. Я виноват, я что-то не то сделал, я что-то упустил, я не успел сказать прости, я не успел сказать люблю. Особенно, вот здесь могут, знаете, кто задержаться, кто, например, поссорился с человеком, который умер, например. или, скажем, пнули вы кота, там, я не знаю, там, наказали за то, что он где-то нагатил, а на следующий день, например, там, кот отравился, умер. Все, как я могла? Наверное, это что-то из-за меня. Ну, то есть, понимаете, в любом случае мы начинаем вот на себя, на себя вот этот вот навлекать. Вину всю. У меня не было достаточно веры. Особенно вот то, о чем сегодня Диана говорила. Мало молился, неправильно постился, наверное, у тебя было мало веры, а вы приносили жертву Богу, там, все свое имение, а вы вот это сделали. Понимаете, и если человек в этом живет, и еще если его в этом поддерживают, кто-то вот так, как сказать, добрые люди, наверное, что-то не то делали, вот реально здесь можно задержаться. И человек реально начинает во всем винить самого себя. Ну, и это мне, наверное, наказание, это мне, наверное, возмездие, это мне, наверное, вот за то, что там я тогда-то не выполнила там свое обещание там пред Богом, там пообещала, а не сделала. И все, и человек может здесь застрять. Ну, а дальше опять то, что мы вчера кубок рисовали, все там, тоже все пойдет полным цветом. Когда проходишь через этот этап, наступает следующий. А следующий этап гнев, направленный вовне. Поиск виноватых, желание отомстить, добиться справедливости. Вот это, наверное, из-за тебя, вот это, наверное, из-за него. Вот как-то надо сейчас вот наказать, найти, да, обвинить кого-то. Ну, я здесь написала вопрошение Богу. Но вообще это идет как претензия к Богу. Вот иногда, знаете, задают вопрос, вообще нормально, нет, вот Богу там выставлять какие-то свои претензии? Вообще нормально Богу кричать о своей боли, говорить вообще, ну, как ты мог? Иногда, знаете, от особого духовных слышишь, ты вообще кто такой, чтобы Богу там выставлять свои там вопросы? Я дитя Божьего, поэтому я сдаю вопросы, поэтому я делюсь своей болью, поэтому я вопрошаю вообще, вообще как, как это могло произойти? Вот насущные вопросы вдали не плача к Богу. Ну, почему я ну, как мне теперь дальше жить, Боже? Как вообще так могло у меня произойти? И следующий вопрос, ну, где ты, Бог? Вы знаете, здесь я хочу, вот, Псалом 76, это Псалом, который говорит о том, что Бог знает о нашей боли. И когда люди говорят, ну, нельзя Богу это говорить, а Он не знает, что тебе плохо? Нельзя Богу говорить о том, что мне не нравится то, что Он сделал, а что Бог не знает, что тебе это не нравится? Читайте Псалмы Давида. Почему Давид был по сердцу Бога? Да потому что он был полностью у Бога, ну, вот, открыт перед Ним. Плохо ему. Бог, ну, вообще, я не понимаю, что ты делаешь. Вот смотрите, я хочу зачитать Псалом Асафа, 76. В день скорби моей ищу Господа с третьего стиха. Рука моя просерта ночью и не опускается. Душа моя, смотрите, отказывается от утешения. Вообще, я, конечно, понимаю, Господь, ты много чего мне можешь сказать, но я отказываюсь, мне плохо, я не хочу слышать этого. Вы знаете, я помню, когда, вот, у нас всегда в семье была такая традиция, что на ночь мы всегда молились, молимся и сейчас. И когда дети еще были маленькие, там, да, что там дочери, там сын, у нас это называлось укладывать детей спать. Ну, то есть, вот наступает ночь, или там, вот все ложатся спать, и мы обязательно собираемся около кровати чьей-нибудь, там, иногда по очереди, иногда как-то по-другому, мы решали этот вопрос. И рассказываем то, что произошло в этом дне, читаем писание, размышляем, смеемся. Иногда вот это укладывание спать 10 минут занимало, иногда 2 часа. Но это вот было постоянно так, понимаете. Интересно, что когда сын уже вырос, уже дочери были замужем, они уже там жили своими семьями, и вот он учился в университете как раз, и вот сидит он, значит, там что-то делает, какие-то лабораторки там со своими сокурсниками. И вот мы ему говорим, Миш, мы спать пошли. Вот он, я сейчас пойду родителей спать уложу, вернусь. Там все такое, знаете, ха-ха-ха, что-то там родители спать уложат. Он говорит, да, у нас вот так, да, родители меня ждут их спать уложить. И все, и все, в общем-то, его уже сокурсники знали, что это не значит, что там он вот вернется, говорит, ну примерно сколько это займет, он говорит, ну я не знаю, ну минут меньше, чем через 20 не ждите, но если, говорит, я сдержусь, я потом вам сам перезвоню. Два, что-то реально не знали, потому что там началась какая-то возня, какая-то начиналась, они вечно, я нервничала, да что ж такое, мы же спать собрались, они с папой начинали как-то возиться, что-то какая-то вот, библию читаем, что-то начинаем спорить. Но это вот, понимаете, вот так было всегда. И я помню первый вечер, когда муж умер, это как раз был день перед похоронами, его похоронили на второй день, вот сын приходит, мама, ну что, давайте спать улажу. Я говорю, давай. Вот мы с ним сидим, он говорит, мама, я не знаю, о чем молиться. Я говорю, я тоже не знаю, сын. Ну мы говорим, господи, я не знаю, о чем молиться. И сын говорит, я тоже, я не буду сегодня молиться. Аминь. Вот такая была наша самая первая молитва после того, как Бог ушел. Муж ушел к Богу. После того, как Бог забрал мужа моего, да? Ну как, это молитва духовная, не духовная? Это просто больно. Это больно. И Бог знает, что это больно. И Бог знает, что нет слов. Ну знает, ну не надо себя вымучивать какие-то там эти умные фразы. Не надо. Я помню, когда приходила в церковь и слышала, если сын попросит у отца хлеб, даст ли он ему камень, если попросит рыбу, даст ли змею, я это слышать не могла. Господи, я просила у тебя хлеб, ты мне что дал? Вот ты мне дал камень и змею. Ужасно, правда? Не духовно же так Богу говорить? А что, Бог не знает, что мне больно? А что, Бог не знает, что я сочувствовала в тот момент? Конечно, знает, зачем мне себя вот в тот момент разыгрывать духовную? Скажите, пожалуйста. Не надо. Смотрите, сына Савва, вспоминаю о Боге, трепещу, помышляю, изнемогает дух мой. Вот вы знаете, ну просто здесь вот каждое слово, которое описывает вот это состояние в долине плача. Вот такое состояние, когда понимаешь, ну что ты, Бог-то вообще что сделал? Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, вспоминаю, как было хорошо. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен, не могу говорить. Пятый стих. Седьмой стих. Припоминаю песни мои в ночи, беседую сердце моим. Дух мой испытывает, неужели, а дальше смотрите, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволеть? Неужели навсегда пристало милостивое и пресеклось слово его в рот и в рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты мои? Свои мне. Неужели? Да, это вопрос. Это вопрос к Богу. Искреннего дитя его, которое, ну, не будет играть. Не надо играть пред Богом. Зачем? Он знает наше сердце. На этом участке долины плача. Что важно? Плакать с плачущими. На этом участке долины плача. То есть мы говорим с вами про отрицание. То есть участок, вот именно когда еще человек не вышел, да? То есть это отрицание, гнев на себя, гнев вовне, в том числе Богу, вот это свое стенание. Важно помочь человеку выразить чувства, вспоминать. Не надо говорить, не напоминайте о его умершей жене. Не напоминайте о том, что его бизнес распался. Не напоминайте о том, что у них там дом сгорел. Не напоминайте. Зачем им это так больно? Наоборот, дорогие, напоминайте, плачьте. Плачьте с плачущими. Не скрывайте в себе эту боль, потому что вы застрянете там, дорогие. Всему свое время. Помочь смириться с реальностью потери. Помочь осознать свою ценность и ценность собственной жизни. Вы знаете, в какой-то момент вот Долина плача я услышала, почувствовала, поняла. Я не знаю, как это произошло, но вот как будто, знаете, к сердцу моему было сказано, Надя, а ты сейчас уже у выхода из Долины плача. И ты сейчас реши для себя. ты будешь благодарить меня за 37 лет счастья, любить и быть любимым самым замечательным мужчиной на земле, которого я тебе подарил. Либо ты будешь с претензиями жить, что эти 37 лет кончились. А дальше был следующий вопрос. Надя, а ты много знаешь женщин, у которых в жизни было вот это 37 лет женского счастья. И вы знаете, я так подумала, я немного знаю, я единицы таких знаю. И вот именно тогда, тогда я поняла, что я буду благодарить за 37 лет счастья. Чего нельзя делать на этом участке? На этом участке Долины плача нельзя читать этому человеку мораль. Нельзя проповедовать о радости или философствовать о том, что Бог все знает, Бог усмотрит, Бог так далее. Еще раз, пока человек в Долине плача, это не работает. Это звучит кощунственно. кощунственно это звучит. Нельзя обличать скорбящего. Я никогда не забуду, однажды получила такой, знаете, вопрос от очень духовного брата. Надежда, ну как там твое духовное состояние? Вы знаете, вообще, вот хорошо, что я до этого читала эти лекции, да, вот эти семинары по сопровождению человека в Долине плача, и каждый раз я говорила, вы знаете, если вам задают вопросы, вот такие вот, самый дурацкий вопрос в Долине плача, знаете какой? Ну как ты? Это самый дурацкий вопрос, который вообще можно задать человеку, который скорбит. Эти вопросы я слышала, то и дело. Но я отвечала так, как учил других когда-то. Я отвечала так, вопрос дурацкий. Кстати, интересно, что вот такой ответ он помог очень многим потом людям, это же вопрос дурацкий. А они говорят, ну а если человек искренне подошел спросить, ну как ты? Я говорю, знаешь, если человек подошел искренне спросить, он не обидится, он скажет, а можно я тебя обниму? И он обнимет. Если человек подошел для того, чтобы прочитать проповедь и мораль, ну, тебе же это не надо. А он педагогирует Писание, где написано «Плачься с плачущими», он решил тебя так подкорректировать, подретушировать твою духовную жизнь. Не позволяй этого делать. Не надо этого тебе сейчас. Твоя задача пройти пред Богом, а то Далину плачь. И вы знаете, что самое интересное? Вот на работе мы с моим мужем работали вместе, на одной кафедре. Нас там вообще воспринимали, как, знаете, вот одно целое. Ну, например, если муж уезжал куда-то, я брала на себя его лекции, читала за него. Если я куда-то уезжала, он за меня читал лекции. Скажем, шло какое-то собрание, там, кафедры или там университета. Один из нас присутствует, там шла перекличка, кто здесь? А, Телепова здесь. Один присутствует, все, Телепова здесь. И когда муж ушел, вы знаете, я приходила на работу, и ко мне мои коллеги просто подходили и обнимали. Им плакали. И это было так классно. Это было правильно. Но почему-то в церкви, вот этот брат, когда я сказал, вопрос дурацкий. Я очень забочусь о твоем духовном состоянии, потому что я вижу, когда поются песни радости, ты выходишь из церкви. Значит, твое сердце закрыто пред Богом для радости. Я говорю, ты мне очень помог, брат. Я повернулась, ушла. Понимаете, ну, не спорьте, ничего, берегите, дорогие, берегите свое сердце. Идите к тем, кто готов с вами плакать, кто готов плакать с плачущими. Вы ничего не обязаны никому доказывать. Вы никому не обязаны доказывать свою духовность. Вы никому не обязаны доказывать свою веру. Вы предстоите пред Богом. Бог знает, что вы плачете, плачьте. Плачьте. Нельзя игнорировать чувства, пренебрегать горем. Ну, я же об этом говорила. Да ладно, ерунда какая-то, что ты там? Еще Бог детей даст. Да ладно, тебе там муж тебя изменил. Ну, и ладно, он вообще какой-то такой был у тебя. Фу-фу-фу-фу-фу. Еще замуж выйдешь. Слушайте, ну, вот вы смеетесь, хорошо смеетесь, но это же, знаете, будет со стороны смешно. Ну, человек не смешно. Он же ведь реально в этом. Жонглировать фразами. Нельзя говорить. Не плачь. Ну, такова жизнь. Но все будет хорошо. Вообще самое дурацкое. Человек плачет, а вы говорите. Да не плачь. Да что ты разревелся? Ну, такова жизнь. У всех горе сейчас. Смотри, ты не одна такая. Это ужас какой-то. Знаете, вот я когда такие вещи слышу или вижу, ну, мне реально становится больно за то, что, ну, где наше с вами сострадание, где наша с вами любовь. А ведь любовь, она в том и проявляется, что мы умели плакать с плачущими. Ну, а дальше? А дальше идет та самая адаптация. То есть, это вот как раз, если человек прошел далину плача, и рядом с ним были те, которые его поддержали, и он понял, что ему не нужно играть перед Богом, ему не нужно жить в чувственные стыда и обиды, и там страха, что вот, наверное, как-то не так плачу, наверное, как-то действительно я разочаровалась в вере. Вы знаете, ведь очень часто люди так думают, наверное, я вот к Богу так, наверное, у меня вера уходит. Все, наверное, я Богу там похулила, еще что-то. Слушайте, ну, вот как вообще вот это со стороны кто-то что-то вот такую глупость сказал? Человек в долине плача же, да? И когда он прошел, он выходит уже из этой долины, вот, вот оно, вот он свет. И вот тогда, да, можно говорить, вот теперь, дорогая, забывая заднее, простираюсь вперед, вот теперь, дорогая, да, Бог тебе даст, тебе Бог сказал, что это будет, будут у тебя дети. Ну, когда уже свет виден, когда мы уже выпалкали, когда мы уже проплакали, когда вот этот вот ужас от произошедшего начал понемножку отпускать, и понимаешь, что да, да, ну, вот оно позади, теперь нам впереди, мы идем вперед, и мы осознаем тот самый опыт прошлого. Вот как важно, чтобы мы реально простирались вперед, да, и опыт прошлого усваивали. Ну, вот, например, знаете, это на что похоже? Ну, например, если вы выучили таблицу умножения, и вы знаете, что 7 и 4, 28, вы уже больше не будете складывать 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7, правильно? Вы знаете, 7 и 4, 28. Ну, вот примерно то же самое. Скажем, человек, когда женится, да, вот человек женился, он уже живет в новых реалиях, ему уже не надо думать, а вот когда я был холостой, вот я мог пойти, когда хотел с друзьями, там, на рыбалку, я мог там, вот так вот, ни у кого не отпрашиваться, там, идти, куда хочу. Дорогой, все, забудь заднее, протирайся вперед, ты в новой реалии, ты теперь живешь в новой реалии. И вот она новая реалия. Я без мужа. У меня было 37 лет счастья. Интересно, что за где-то 3-4 дня до смерти мужа один из моих подписчиков, знаете, у меня было впечатление, вот весь мир за него молился, потому что люди там и в церквях, и посты держали, и молились, и провозглашали, в общем, там все-все-все было, вот, и вдруг, такой вопрос от одного из подписчиков, Надежда, а как изменится ваше отношение с Богом, когда муж умрет? Вы знаете, что на него посыпалось, как вы можете, такого никогда не произойдет, мы же провозглашаем, мы же все молимся, мы живем по вере, такие как вы, все эти сомнения, бу-бу-бу, и вы знаете, мне пришлось вот отреагировать, я вообще, где-то как бы реагировали такие вещи, думаю, ну, пусть, а то так скажу, дорогие я написала, но ведь этот человек задал вопрос, который висит в воздухе, он висит в воздухе, просто никто из нас не решается его себе задать, но хорошо, что он задал вопрос, я сказала, знаете, я знаю, что будет больно, я знаю, что меня ждет долина плача, если это случится, но также я знаю, что я была, есть, и буду дочкой Бога, вот этот статус мой вообще никак не поменяет, и как бы я не прошла через долину плача, как бы я там себя не вела, какие бы я эмоции не испытывала, я знаю, что я все равно остаюсь в статусе его дочери, и знаете, это так классно осознавать, и вот когда выходишь, вот из этой долины плача, и понимаешь, вау, и знаете, и Бог начинает какие-то вещи открывать, я теперь понимаю, я, конечно, не могу понять весь план Господа во всей полноте, но то, что Бог есть любовь, это факт, даже в смерти моего супруга, я сейчас вам, вот я несколько уже моментов могу сказать, почему сейчас вот это лучшее было решение со стороны Господа, и относительно Него самого, и относительно меня, и относительно детей наших, и я понимаю, что то, что мне сейчас Бог открыл, Он еще продолжает открываться, Он мне еще больше откроет, потому что Он любящий папочка, то есть это реально надо принять, что все в нашей жизни, все, что происходит, это потому, что Его план самый лучший, Его замысел самый совершенный, мы не готовы какие-то вещи принять, но в какой-то момент готовы, вот так должно было быть, мы не знаем, почему, но вот так должно было быть, потому что Он папочка любящий, и потому что Его план совершенный, и потому что так лучше для тебя, потому что Он есть любовь, Это так классно Ну и конечно принятие реалию настоящего Вот я теперь настоящая Я не вдова Я свободная женщина И моя свобода даже знаете в чем проявляется Вот я никогда в жизни не носила короткие стрижки Вот это моя первая стрижка в жизни Короткая Потому что когда я была маленькая У меня папа говорил, девочка должна быть длиннолосая Вышла замуж, муж мне категорически Говорил, нет, у тебя должны быть длинные волосы Я ему говорю, слушай, ну я бабушка У меня уже 50 плюс там, 55 там Я с длинными волосами Но это смешно Ну и потом еще ведь с возрастом волосы ломаются Ну вообще чем короче, тем они здоровее Нет, говорил он мне Я постриглась Мои дети в ужасе Мама, нет на тебя папы Я говорю, да, нет на меня папы Вот поэтому я хожу с короткими волосами Наконец-то я исполнила свою мечту Следующий мой шаг я постригую Знаете, мне очень нравятся вообще очень короткие волосы Но я мечтала всегда ходить с такой стрижкой Мама, ты что? Я говорю, ну я хочу Все, это моя мечта Я имею право, имею я сейчас свободно Я ни перед кем не читаюсь Вообще просто Терпеть не могла, готовить всю свою жизнь Готовить я умею, готовлю вкусно Но готовила я только потому, что мужу нравилось Все я готовлю, понимаете? Вот Как только он умер, я сказал, все, ребят, я к кухне не подхожу Я имею право, я свободная женщина Хочу готовлю, хочу нет Не хочу готовить Все Иногда моя там дочка, знаете, вот я вот в них и жила Когда пять месяцев Она мне Мам, ну тут мы задерживаемся Там, ну ты картошечку пожарь Ну ладно, пожарю Но это воспринимается жертва с моей стороны Ну это реально, потому что я делаю то, что я терпеть не могу Понимаете? Ну я делаю, потому что дочка попросила Я хочу А там Бабуль, ну что ты так редко готовишься Такая картошка Вкуснее твоей картошки не бывает Буду иногда вас баловать Но это с моей стороны жертва Хвалите меня, хвалите меня Понимаете? Ну я не говорю, что Прямо сейчас в моей там какая-то радость такая жуткая Да, вот эта радость для меня сейчас там важнее, чем радость, которая была в те 37 лет Она другая Я учусь В чем-то я уже научилась Где-то мне еще предстоит научиться И понять, что Его больше нет в моей жизни Мне было очень сложно первое время вести семинары Вы знаете, вот я веду семинар Я слышу его голос Вот у меня было такое общение Вот я, значит, говорю Вот его голос Я его голос транслирую Однажды даже было так интересно Я в Аланье вела, помню, семинар И потом одна женщина ко мне подходит Надежда А у тебя муж? Она никогда его не видела Вот А у тебя, говорит, такой муж Такой черноволосый Такой высокий Такой Вот Я говорю, в смысле А я его увидела сейчас рядом с тобой И женщина подошла Говорит И я видела В белом костюме Я говорю, да ладно Ну какая-то мистика Ну я вообще как бы человек далекий от мистики Да? Ну он реально, говорит, был рядом Ну окей Ну супер Но я его ощущала очень долго Я понимала, ощущала Как-то вот слышала Вот Ну это вот было в то время Особенно когда прохождение долины шло Вот А потом я понимаю Все, Господь Ну дал мне понять Все, Надь, ты вышла Все, у тебя новые реалии У тебя новые перспективы Интересно, что Когда вот он ушел Первая мысль Знаете, какая была Ну все, я Заканчиваю с услужением Ну потому что Это были телеповы Телеповы о семье Телеповы о воспитании детей Телеповы о духовном росте И вдруг бабах Уже нет телеповых Ну все, Господи Теперь у меня просто Университет Внуки, дети Ну все Проходит Где-то, наверное, дней 10 Звонок Кстати, из Екатеринбурга Кстати, от Павла Бака Если кто знает этого человека Надежда Я, конечно, понимаю, что я вообще звоню не вовремя Ну просто не вовремя Но я не могу сопротивляться Мне просто Бог спать не дает Пригласи Надежду Пригласи Надежду Пригласи Надежду Я понимаю, с моей стороны Это просто Ну нельзя этого делать Ты в скорби А я, значит Тебя зову на женскую конференцию Ну я не могу противиться Я пойму, если не приедешь Ну я ничего поделать не могу И я понимаю, что через Павла Через пастора Павла Ко мне сказал Бог Надь, подожди Не отказывайся Ты еще нужна Первое время я говорила Господи, ну я же Столько молилась Чтобы мы умерли вместе Когда мы поженились Моя первая молитва Знаете, сегодня была моя молитва Сделай так, чтобы я ушла первая Я хочу уйти первая Когда в 15-м году у меня была онкология Очень серьезная Там просто все шло очень серьезно Однажды мой муж услышал Как я молилась Богу благодарность Говорит, господи Спасибо тебе, что ты услышал мою молитву Что я уйду первая Эх, он на меня кричал Ты эгоистка Ты обо мне вообще подумала У тебя сыну 13 лет Ты понимаешь, что Ты, если сейчас умрешь Я же без тебя жить не смогу Ты понимаешь, что сын останется сиротой Ты вообще подумай Эх, он на меня кричал Давай, говорит, лучше с тобой молиться Знаете, мне так обидно Мне тут я такая вся больная Или уже умирать собралась Дал на меня так это самое Я ожидаю Вот он хлопнул в дверь Там и ушел Потом вернулся Говорит, ладно Давай так Будем теперь Полепещай мне, что будешь молиться Господи, сделай так Чтобы мы умерли на одной подушке Ну вот, видите Получилось по-другому Конечно, мы с вами как-то видим себя Другими словами Другими путями Но вот она реальна Вот она реальна Вот она реальна Вот я свободная женщина Свободная не в смысле На выданье Нет А свободная в смысле Я золотой фонд церкви Вот то, о чем я сегодня говорила Я вошла в золотой фонд церкви И теперь, да Мое время Мои мысли Все, что я делаю Да, мои дела Все, я ни перед кем не отчитываюсь Я ни с кем ничего не состыковываю Вот, если там мои дети хотят Там меня где-то видеть Они там не говорят Бабуль, приезжай Когда ты сможешь к нам доехать? А когда мы сможем тебя навестить? Ну это нормально совершенно Понимаете? Ну да, вот оно Так сейчас в моей жизни Поэтому вот строить жизнь В новой реалии Простираясь вперед И стремиться к цели Слушайте, цель Перед нами Бог ставит цель Дойти до конца Быть с Ним до конца Увидеть Его во всей славе Слушайте, это так классно Конечно, еще раз повторюсь В нашей жизни скорби Разные скорби Разные У каждого своя долина Смертной тени Своя долина скорби Своя долина Но любящим Бога И призванным по Его изволению Все содействует Ко благу Вообще все Представляете? И вот когда эти вещи Начинаешь понимать Реально открываются Совершенно как-то Новые перспективы Но еще раз дорогие Всему свое время В долине плача Время плакать Плачьте с плачущими И когда вы видите Что человек приближается А когда человек Все-таки говорит О своей боли Богу Когда он кричит Богу Ну как ты можешь? Вы слушаете Скажите Классно Это значит Он близко к выходу Не надо в этот момент Говорить Как ты можешь? Не-не-не-не Это здорово Раз он вышел с Богом Вот на такую На такой уровень общения Он близок К выходу Из долины плача И сейчас он вас услышит И сейчас он услышит Что он твой папочка Он тебя любит Он страдает вместе с тобой Вот как сегодня говорили Я был с тобой в скорби Вот в этом состоянии Когда уже человек у выхода Он это услышит Эта долина плача У всех продолжается По-разному У кого-то месяц Опять в зависимости от того Что это была за потеря Какое горе У кого-то полгода Но дело в том Что пройти через Вот эти шаги Но надо И как нам надо быть мудрыми И самим И в отношении других людей Чтобы плакать с плачущими И радоваться с радующимися Вот этим я хотела с вами поделиться И хочу помолиться За нас с вами Дорогие господи Господь мы Возлюбленные твоей дочери Господи мы знаем И прославлю тебя Я долготою дней Насыщу тебя Я и явлю тебе Твоё спасение Своё спасение Свою любовь Потому что ты Дочка моя возлюбленная Так говорит нам Господь Господь Я благодарю тебя За эти слова Слова поддержки Слова сострадания Слова любви Которые ты оставил для нас В Писании Это такое счастье Что ты есть у нас Наш папочка Наш возлюбленный Мы стоим пред тобой И мы славим имя Твоё Святое Наш Господь Иисус Христос Аминь Редактор субтитров А.Семкин